Бесплатный сыр, он, как известно, только в мышеловке, а бесплатная рыба только на Камчатке. Правда, мышеловкой там тоже попахивало. Что опять произошло, расскажу прямо сейчас. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Рыбный стол России или «Доступная рыба на Камчатке». Акции с такими названиями в Петропавловске-Камчатском проходят с завидным постоянством. Примерно за месяц до мероприятия организаторы анонсируют место и время раздачи бесплатной горбуши, где все желающие смогут ее получить. Но в этот раз что-то пошло не так. И кто-то получил по хвосту, а кто-то по голове. Вообще все мероприятие должно было состояться в понедельник. Но в назначенный день, место и время рыба в руки так и не приплыла. Раздачу перенесли на вторник на два часа. Но и в это время рыбы на месте не оказалось. Недовольные, голодные и уставшие, в основном пенсионеры, решили, что без гостинца домой точно не уйдут. И они дождались. Рыбные подарки действительно привезли, но совсем не в том объеме, в котором обещали. В результате всем собравшимся стало понятно. Хвосты достанутся не всем. А это, как известно, обычно и играет роль красной тряпки для быка. Исключением не стал и этот раз. И без объявления команды люди ринулись хватать бесплатный улов голыми руками. Толкаясь и распихивая друг друга локтями, далеко не молодые пенсионеры стремились в эпицентр раздачи. И на это реально больно смотреть даже на видео. Вы только вдумайтесь в обстоятельства. Рыбный регион России, а люди за горбушу готовы задавить друг друга в очереди. И какая же она после этого бесплатная, если платить приходится не деньгами, а своим здоровьем. Да поругайтесь, поругайтесь, поругайтесь. Вы голодные все за рыбу. Вам как на собачку-драчку здесь рыбы кинули. Хотя ведь вопрос-то на самом деле в организации. Ну привезите так, чтобы на всех хватило. Ну раздавайте вы ее по две штуки в одни руки. Но ведь нет. Люди, которые раздаете рыбу. В 8-9 лет человек стоит и не может получить три хвоста, которые бабушке положены. Нашему народу почему-то приятнее давиться в очередях и есть блины с лопатой, чем... Впрочем, не буду их за это судить. Потому как понимаю, там, где бедность намешана с менталитетом, ничего хорошего ждать не придется. Но грустно. Честно. Хотя не весело на этой неделе было и на форуме военной техники под названием «Армия-2024». Там обещали продемонстрировать революционно новую шпионскую разработку за целых 5 миллионов рублей. И ведь продемонстрировали. Камень. Да, увы и ах, но это просто дырка за 5 миллионов. Хотя справедливости ради отмечу, к дырке прилагается еще и камера. Но все-таки это шпион, как-никак. И все бы ничего, если бы не этот километровый провод рядом. Но просто я плохо представляю, куда он в чистом поле должен быть подключен. А, или это тоже инструмент. Ну, типа, подходит к тебе противник, а ты такой раз и провод натянул. А танки противника все раз споткнулись и попадали. Хотя я, конечно, не исключаю, что как глупая блондинка в этом случае могу чего-то недопонимать. Поэтому помощь зала в студию. Друзья, напишите в комментариях, если это не камень с дыркой, то что это по-вашему? Я с удовольствием почитаю и, возможно, даже ликвидирую свою безграмотность. Но я вам скажу, что это не единственное, что меня удивило. Вот, например, аппарат для реанимации, который вообще-то был задуман для того, чтобы оказывать первую медицинскую помощь. Но что-то пошло не так, и реанимируемый так и норовит постоянно выползти из-под аппарата. Ну, или сам аппарат не хочет реанимировать именно этого пациента. Об остальных чудо-технологиях я рассказывать вам не буду, ибо на этом смех и панорама не заканчивается. Ну, вы, наверное, помните, что в начале сентября нас ждут выборы, в том числе и в Московскую городскую думу. Так вот, на этой неделе в сети появились первые ролики от первых кандидатов. В частности, меня заинтересовал готовый к переменам Никита Суровешко. Ну, и если вы думаете, что готов он к переменам в России, то вы глубоко заблуждаетесь. Ведь все, что Никита показал, это решительный шаг, после которого ролик резко обрывается. И ни тебе чистенького, и ни посидевшего Суровешко, ни того, что после него осталось. Наши сердца требуют перемен. Но чтобы такие перемены произошли, нужны новые решительные люди, которые готовы сделать смелый шаг вперед. Хотя, если вы сильно за него волнуетесь, то я вам открою один маленький секрет для всей нашей большой компании. В ролике указан домашний адрес Никиты, по которому каждый желающий может навестить будущего депутата и лично задать ему интересующий вопрос. Например, прыгал Никита сам или, как в таких ситуациях часто бывает, подставил дублера. А вот коммунисты в Башкирии так и вовсе не могут зарегистрироваться в качестве кандидатов. Эпопея эта длится с конца июля, когда сначала им в регистрации отказала ТИК, потом суд, который поддержала прокуратура. Но решительности будущим депутатам хватило и на то, чтобы дойти до Верховного суда, который отменил решение территориальной избирательной комиссии и потребовал заверить список кандидатов в депутаты. Правда, сделано это опять не было. Так, Сергей Александрович, что вы устраиваете? Общественное место является комиссией. Говорят, по вашему указанию, сказали не пускать. По вашему указанию, нас не пускать. Это нормально, нет? Я не сказал, что вас не пускать. Я сказал, кто к нам приходит, пускай звонят. Мы будем уходить и регулировать процесс. Что значит регулировать процесс? Возьмите. Читайте. Результативную часть. Вы список заверили, решение нам дайте. И все документы на открытие счета. Мы список заседаний у нас 13. Вот я вам сейчас демонстрирую. Посмотрите. Это заявление Следственный комитет о том, что вы сфальсифицировали доказательства в суде. Это в прокуратуру. Мы сейчас отсюда все подписываем, едем туда. Это первый момент. Второй момент. Смотрите внимательно. Я вам еще раз показываю. Я вам внимательно смотрите только. И не говорите потом, что вам. Это называется исполнительный лист. Знаете, что это такое? Посмотрите внизу, что написано. Посмотрите внизу, что написано. Мы сегодня этот лист также не исполняли. А почему вы его не исполнили 9 числа, когда это был суд? Потому что у нас решения, ну так, не было. Сегодня такое число. 13 число сегодня. Оно от какого числа? Посмотрите от какого оно числа. Девятые, десятые, одиннадцатые, двенадцатые, тринадцатые. Пять дней не исполняется решение. Не откладывая дело в долгий ящик, будущие депутаты также записали обращение к главе Республики Радио Хабирова. Просим вас, нас, 19 кандидатов от КПРФ, принять и лично в глаза сказать, что в Республике главенствует закон, а не отдельно взятые чиновники, которые плюют на избирательное законодательство. Просим вас либо принять нас, либо сделать публичное заявление о том, что вы против нарушений на выборах. Честно говоря, я не знаю, что из этого возымело больший вес, но к моменту записи этой программы стало известно, что всех кандидатов депутаты Уфимского райсовета от КПРФ успешно заверили. Следующий шаг – регистрация и борьба за место под солнцем. А в том, что эти парни бороться умеют, мы уже знаем точно. Только, пожалуйста, одна просьба – давайте обойдемся без кринжовых предвыборных роликов, а то плеваться от них уже некуда. А между тем в Телеграм в четверг слили еще одно занимательное видео. На нем мужчина, рассматривающий покупку автомобиля Нива Шевроле, приходит в автосалон, знакомится с обновкой и за миллион триста находит свою красавицу. Вот только покупать ее, как выяснилось, он не собирается, предпочтя свою 20-летнюю ласточку. Опа! Гнили, б***ь уже, б***ь. Уже гниет, б***ь. В салоне стоит и гниет машина. Сиденье поменяли, вот здесь сбоку набили какой-то. Так, здесь у нас история такая же, конечно. Б***ь, б***ь. Вон там гниет. На Форестере поезжу как-нибудь на 20-летнем. Друзья, и это нам впаривают как новое. Нет, машина, конечно, новая, то есть без пробега. Но вопрос, как быстро она сгниет, можно уже не задавать. И так все ясно. Поэтому в очередной раз прошу, берегите свои автомобили. Ведь если вы и накопите на новую, то будет ли она лучше старой, еще неизвестно. Ну и раз уж мы коснулись автомобильной темы, то напомню, что 1 сентября уже не за горами. И надо правильно собрать не только ребенка в школу, но и себе новую автомобильную аптечку, которая теперь должна быть укомплектована по новым правилам Минздрава. Проверьте, чтобы в ней лежало спасательное одеяло, пара ножниц хирургических и для перевязочного материала, а также все виды бинтов, кровоостанавливающий жгут, инструкция по оказанию первой помощи и много еще чего по мелочи. Носилки и дефибриллятор пока исключение. И казалось бы, а кто из нас врач? Но какая разница, если за продажу аптечек отвечает некто, кому их срочно поручили продать. И я не знаю, как вы, но я свою аптечку не открывала ровно с того момента, как купила машину. А это было очень и очень давно. Мало того, даже если я и приобрету эту новую модную аптечку, я банально не знаю, как всеми этими приспособами пользоваться. Так что не дай бог вам, чтобы я или такие, как я, оказывали вам первую медицинскую помощь. А то потом скажете, что загубник, входящий в аптечку, торчит у вас не из того места, из которого должен. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.